Отлично бронированные оконечности и палуба, уникальная аварийная команда, рекордные показатели очков боеспособности — всё это — советские линкоры. А ещё быстрая перекладка рулей, точность, предполагающая бой на средних дистанциях, и непривычный геймплей. Сегодня мы расскажем, как играть на этих новичках в мире кораблей. Начнём с главного калибра, потому что именно он во многом определяет манеру игры на советских линкорах. Для любого орудия справедливо — чем дальше цель, тем больше разброс снарядов. Но у всех советских линкоров эта особенность главного калибра выражена ярче, сильнее, чем у остальных одноклассников. Поэтому оптимальная дистанция ведения огня для них средняя — 10-12 километров. На таком расстоянии вы получите хорошую точность, достойный урон и превосходное, а порой даже избыточное бронепробитие. Конечно, перезарядка дольше 30 секунд несколько портит общее впечатление, но вы же знаете, как её ускорить. Итак, вам придётся привыкать к тому, что на больших дистанциях одноклассники вас, скорее всего, перестреляют, но на средних ваш линкор — хозяин положения. Конечно, воевать на средней дистанции опаснее. Тут важно жить под огнём. Для этого у советских линкоров есть неплохая броня. Начиная с Петра Великого, у них хорошо защищены нос и корма, а у Советского Союза и Кремля защиту усилят отличное ПТЗ и бронирование палубы. Советские линкоры умеют держать удар. Как и остальные, они получают меньше всего урона при постановке под острым углом к противнику. Если встать носом, то вас могут пробить в траверс цитадели, а вот когда вы доворачиваете, то увеличиваете и приведённую броню траверса, и шанс на рикошет. Однако, если переборщить, то вас начнут пробивать в борт. Начиная с Синопа, верно выбрать угол поможет кормовая башня. Как только она может вести огонь, угол правильный. Но не стоит его превышать. Важный плюс новичков старших уровней — хорошее бронирование центральной части палубы, которое защищает их от фугасных пробитий. Поэтому от фугасов советские линкоры получают гораздо меньше урона, чем остальные. Но никакая броня не защищает от пожаров. Тут вам на помощь приходит уникальная аварийная команда, у которой одна из самых быстрых перезарядок в игре. Только использовать её нужно грамотно, количество зарядов ограничено. Ну и чтобы легче переносить всяческие неприятности, начинающим игрокам мы советуем вот так прокачать командира и установить соответствующие модернизации. А опытные линкороводы, несомненно, что-то выберут под себя и свои тактические находки. Итак, для выживания вы подготовились, так сказать, физически. Не менее важно подготовиться морально. Конечно, на советском линкоре хочется играть агрессивно, продавливать направление, врываться на точки, возглавлять атаку. Именно для этого они и созданы. Но атака наугад, вслепую, скорее всего, быстро превратит вас в пассивного наблюдателя. Дело в том, что «Цитадель» у этих кораблей расположена достаточно высоко. Борт, как вы понимаете, подставлять нельзя, и попадать под перекрёстный огонь очень опасно. Конечно, у советских линкоров большой запас очков боеспособности. Но большой не значит бесконечный. Начинайте бой не торопясь. Да, точность на больших дистанциях подкачала, но это не повод не стрелять издали или в одиночку бросаться сокращать дистанцию. Гораздо эффективнее возглавить атаку под прикрытием союзников. Приучите себя выбирать такие позиции на карте, где по вам будет вести огонь 2-3 противника, а не большая часть красной команды. Привыкните следить за эсминцами, чтобы быть готовым к противоторпедному манёвру. Тут вам поможет небольшое время перекладки рулей, но начиная с седьмого уровня радиус циркуляции у советских линкоров свыше 900 метров. Зато благодаря хорошей скорости вращения башен главного калибра у последних трёх уровней вам будет комфортно противостоять быстрым противникам. Подводя итог, можно сказать, что все национальные особенности советских линкоров реализуются максимально эффективно на средних и коротких дистанциях. Это отличные бойцы, предпочитающие активные схватки. Конечно, у них есть и слабые стороны. Безусловно, к новым линкорам нужно найти подход. Игра на них отличается от классической, и вам наверняка придётся использовать не совсем обычные тактики. Но всем, кто любит мощные залпы и бодрая корабельная топилова, обязательно стоит встать за штурвал советского линкора. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ